на улице опять дождь 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 до бесконечный дождь скоро все стухнет и мы тоже под этим дождем влажность уже не знаю на каком уровне столько воды е-мое только что прошел мощный ливень мощный но это только перерывчик предстоит еще до ночи и до утра газончик зато блин в шоке зеленые такого зеленого никогда не видел все такое зеленое блин такого количества дождевой воды еще месяц ок так польет и тут вообще будет лес красота 19 августа двадцать четвертый год обед у нас в очередной раз выключили свет постоянно вырубают электричество и мы тут решили пока света нету погуляем у нас во дворе в нашем саду сад наш потихонечку превращается в лес красотища просто тут такой запах хорошие только что был ливень ловим просто момент потому что сейчас нам опять будет и вот так вот гуляем чуть-чуть во дворе солнце вообще нету апокалипсис до дебина у нас он уже созрел карапуз у нас веселится как может зубки свои вон чешет можешь приподнять у ливов чуть-чуть слишком это криво поехали прокатимся по нашему саду шикарно на тачке четкая коляска специально для нашего сада на это вот солнце маленько выглядывает сейчас опять ливни ливни и ливни ловим момент чуть-чуть солнце все хотя бы блин недельку прям что вы сделали бы такую прям лето маленечко запах такой у нас во дворе лесной прям потому что очень много зелени и сейчас он дожди солнце вышло начинается испарение и такой лесной запах чего мы соли и хотели всегда мечта чтобы у нас во дворе еще сильнее да но нужно чтобы деревья больше были вот там когда к березе подходишь туда там сосны березы большие стою там уже лесной запах сильнее встает с той стороны тоже собственно большой лесной уже запах здесь пока не так много деревьев здесь такое ореховое они тоже очень особенно пахнут вот но ждем когда вырастут и хорош такое отлично да здесь ждем опять партию грибов да вон грибы 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 здесь у нас прям такая лужайка грибная под березами мы их не трогаем собираем и кушаем вот и здесь как раз лесной запах есть да чувствуешь да еще грибной запах есть тут вообще просто шикарно деревья все больше и больше стают красота оля сажала инжир да две зимы перезимовал но он замерзает до низу потом опять его растает ну минус 46 да и сколько там было минус 46 и вот инжир пожалуйста все какие оля посадила семечки просто взяла инжир покупали да и сюда пересадила и представляете вот растет такие красивые листья даже если замерзает до низа он опять корневая не замерзает снова вырастает и получается как будто у вас какие-то кустарник какой-то в такой резные листы просто обычный инжир купите вот настоящее продают семечки возьмите посадите но там у нас все заросло виноградом я думаю даже дома можно попробовать его в большой горшок посадить он очень быстро растет и вот а то гонится за вот этими листьями красивыми да вот у инжира отлично вот сосны наши красота да солнце ушло сразу кофту до одевать что малютик чего ты там чего ты там зубки у нашего карапуза вот зубки хотят вылезти он кипишует до кипиш кипиш где твои зубки ждем их пока ни одного нету сейчас ему получается 7 месяцев и сегодня там какое сказал двадцатое число а нет какой там и говорил 17 19 не помню до 28 у него днюха в общем грубо там через недельку будет ему 8 месяцев а береза у нас выросли огромные уже так быстро растут офигенные вообще деревья да короче сейчас должны приехать ждем когда нам электричество врубят но свет нам сказали после двух часов дадут да 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 еще мне у нас нравится в саду наш муравейник ну мы решили его оставить и будем смотреть на какой высоты он может вырасти ну как в лесу муравейники ну как-то по муравейникам можно определять что-то север и запад и восток и люк ну вот кто-то хотел думаю там ждать эти не продают муравейники дендрарии а у нас тут живой работают пацаны тут потихонечку как только посадили липу вот этот муравейник здесь существует вот ну короче он здесь так и тусит они вместе с липой растут все нормально муравейники вот то что вы на поверхности видите это не сам муравейник муравейник несколько метров под землей чтобы вы там не делали вы не сможете убрать его на поверхности это они строят только там вот эти яйца откладывают определенные свои какие-то процессы вся серьезная часть это внизу поверхностная штука в общем это не муравейник несколько штук есть ничего ты там не сделаешь она нам и не мешает они там всем всегда были до тебя еще здесь поле было это мы сюда притащились они муравей к нам вон у нас клубника уже растет оль новая слышишь оль да ладно фиг с ними оль да карапусь пойдем гулять я заметила степлицы нету я там все этот когда перекопала и потом я сразу обратил внимание что вот там началась земля появляться это всегда здесь было что нет нас здесь не было муравейники обрадовалась там они тусуют и все нормально вот эти пахнут офигенно просто листья вот это это большой будет дерево запах будет ништяков все никогда испарение будет да ты тоже уже огромно стоит нет это что боль никто не подошел пусть лучше будут шапочка что пупс но ты спать хочешь чуть-чуть дождь идет дождь косые дожди надо помидорки собрать который красный тут есть дождик пошел дождь дождь помидорка да 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 а мама сидела ну мама дождик капает на прическу его нормально чтобы люди посмотрели хочет один раз как 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 им больше нравится такой дождик моросит да прикольно мелкий мелкий дождик идет какой за ягодки листики кушать нельзя моделистики кушаешь чего смотришь на тебе году листики кушать нельзя надо ягодки кушать как и и и и и Пошли, Оль, какой мелкий-мелкий дождь, прикольный. Ну, такой вообще прям мелкий, моросяйся. Смотри, у него на прическе. Пупс, пупс, ты спать хочешь? Вкусно было, да, помидорку только маме не дала. Это повезоль, ты его... Ай, какой запах хороший. Вообще, да, лапчатку посадили в этом году, такая красивая. Лапчатки. Она без перерыва цветет, у нее вон очень-очень много еще бутонов заранее. Какая прикольная штука, сажайте, лапчатка называется. Как я понял, она там разных цветов бывает. Вот мы сюда куст посадили, чтобы он стал большой и постоянно будут вот такие желтые цветочки прикольные. Ага. А здесь спиры у нас тут. Дождик. Дождик. Его все больше и больше встает. До самой земли. Просто шикарно. Непередаваемые очищения. Это плакучая ива, это вообще просто шедевр природы. Хочу еще побольше таких деревьев. Мы по району уже посадили такие деревья, они уже растут. Главное, чтобы никто их не сломал. Если вырастут, то представляете, вот такие деревья будут по району, а ты идешь как в сказке. Ну, люди не понимают, что могут сами создать такую сказку. 21 августа, 24-й год, утречко. Обзорчик, что мы кушаем сегодня. Короче, хлеб наш. Блины наш. Компот наш. Сыр наш. Тыква наша. Ну, а тут идет армянское блюдо. Здесь пшеница армянская. Заваш. И курица варится. И такие тоненькие-тоненькие штучки. Вот такая вот домашняя еда. На завтрак. Будем сейчас кушать. Ну. Компот из разных ягод с нашего огорода. Компот самый освежающий будет летом. Ну. Вот летом попробовать, другой еще не будет. Ну. Ну, сейчас лето, так-то. Ну, прохладенько же получается. Лето уже, наверное, не будет. Следующим летом будет лето. Сейчас Милан тоже будет кушать. Или следующий зимой лето будет. Да. Или зимой лето вдруг наступит. Кто его знает. Тыкву вот так вот уже сварил. Мне нравится. Хочешь попробовать? Просто чуть-чуть ради интереса. Я в тот раз пробовал и делал. Вот эту верхушечку чуть-чуть. Но оно полезно. Очень полезная штука. Да? Угу. Мне нравится, да. В тот раз сделаю, чуть-чуть попробую. Ну, мне не подходит. Попозже, значит, подойдет. Не надо, чтобы сладкое чего. Ну. То есть с рисом сладкое. Ну, а то и тыква. Ты, кстати, знал то, что из тыквенных семечек, оказывается, можно делать тыквенное молоко. Ну, из всяких семечек делают молоко. Все, кушаем. Все, кушаем. Ну, а то. Вон. Вон.